В Добром Ауде едва не раздавило фурой. Авария произошла 23 мая в 13.15 на улице Безыменского у дома 26. Это первый километр автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Как уточнили в ГИБДД области, 62-летний водитель фуры выехал на красный и врезался в иномарку. Водитель автомобиля МАЗ в составе полуприцепа «Кроны», двигаясь со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода по правой полосе, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с совершающим маневр левого поворота на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Аудио-100». По кадрам очевидцев видно, как сильно пострадала иномарка от столкновения с большегрузом. В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 30-летний пассажир. Оба они госпитализированы в больницу скорой помощи. На данный момент по факту дорожного происшествия проводится административное расследование. В Суздальском районе загорелась гусиная ферма площадью в 1200 квадратных метров. Сообщение на пульт МЧС поступило 22 мая в 17.00. Возгорание произошло по адресу Суздальский район, село Ивановское, участок номер 3. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек и 3 машин. Локализовать пожар удалось только в 18.14, а ликвидировать открытое горение в 18.40. Как рассказали в МЧС области, когда пожарные приехали на место ЧП, работникам удалось вывести из горящего здания некоторое количество гусей. Большая часть птиц погибла. Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы электросети. Первые три километра обновленной четырехполосной дороги Владимир-Суздаль откроют через неделю. Глава региона Александр Авдеев вместе с руководителем Росавтодора Романом Новиковым проверили ход ремонта трассы. По их оценке, уже до начала лета будет сдан первый участок дороги. Вся трасса между городами поделена на 10 отрезков. В планах завершить основной объем работ до конца июля. В крайнем случае в конце августа. Главная задача успеть к основным мероприятиям юбилея Суздаля. Мы поэтапно будем открывать для четырехполосного движения участки дорог. Руководитель службы заказчика только что нам доложил о том, что буквально через неделю будут первые три километра со стороны Суздаля готовы к открытию четырехполосного движения в полном проектном исполнении. В середине августа дорога в полном исполнении должна заработать. И дальше ритмично, практически понедельно, до конца июля, может быть какие-то работы все-таки останутся до конца лета шероховатости, это нормально. И вот эти все 10 этапов практически каждую неделю, две недели будут вводиться в эксплуатацию участки дороги. Мы находимся в очень хорошем графике и основная работа будет закончена до конца июля, ну или до конца лета крайне. Напомним, капремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем начался в конце весны прошлого года. Также работы ведутся и на обходе Суздаля. Общая стоимость дорожной стройки превышает 11 миллиардов рублей. Как отметил Роман Новиков, ремонтные работы на трассе начались более чем своевременно. Наверное, это самый высокоинтенсивный участок. Особенно на себя обращать внимание то, что за последние три года интенсивность просто реактивно выросла на этой дороге. Буквально там с 5 до 15, а в пик даже до 25 тысяч автомобилей в сутки. Чиновники отметили, что работы по расширению трассы ведутся в круглосуточном режиме. Всего для ремонта привлечено более 150 единиц спецтехники и свыше 400 специалистов. Один из начальников участка заверил, дорожное полотно прослужит долго. Дорога строится по сложившимся стандартам, но из новых материалов это щебеночно-мастичный асфальтобетон. С каждым годом они улучшаются ввиду полимерных добавок. В целом щебеночно-мастичный асфальтобетон имеет лучшие физико-механические характеристики, что позволяет ему быть более износостойким. Вся работа проводится в соответствии с НАСПроектом «Безопасные и качественные дороги». В дальнейшем на трассе даже появятся развязки, сообщил губернатор региона. «Безопасность, потому что это освещенность дороги в любое время суток, все-таки безопасность выше, это барьерное ограничение разделения, это минимизация левых поворотов и строительство развязок, которые позволяют уйти от пересечения потоков. Так что все это в совокупности должно стать вкладом в снижение аварийности, смертности на дорогах». В 2025-м планируется закончить все работы на трассе. В этом году должно будет завершиться расширение обхода Суздаля. По словам главы региона, обновленная дорога станет не только новым толчком для развития туризма, но и для бизнеса. С окончанием ремонта решать логистические вопросы станет куда легче. Алексей Домнин, Шестой канал. Памятник Спиранскому хотят поставить возле облсуда, а не на улице, которая носит его имя. Такое решение приняли в региональном правительстве. Совещание, на котором присутствовали участники Оргкомитета по установке памятников, состоялось 22 мая. Установку монумента великому реформатору и законотворцу обсуждают уже с ноября прошлого года. Изначально общественники предлагали поставить памятник основателю российской юридической науки и теоретического правоведения у 49-й школы на территории недавно благоустроенного сквера, который, в свою очередь, находится на улице имени Спиранского. Однако, как указали в правительстве области, такая локация слишком мала для скульптуры законотворца, которую планируют сделать 7-метровой. Поэтому новым предложением стала площадь рядом с Владимирским областным судом. В сквере же в таком случае поставят бюст Спиранского. При этом губернатор области Александр Авдеев ранее заявлял, что скульптуру государственному деятелю хотят возвести еще и на его родине, в Черкутино. Так, в регионе, видимо, должно появиться сразу три фигуры памяти Спиранского в разных местах. Необходимо продумать положение памятника, а также его облик. Как только решения будут приняты, скульптор приступит к работе. Установку планируем приурочить к вручению премии Михаила Спиранского. Между тем, площадь у областного суда уже хотели благоустроить, но под другой монумент. На территории должна была красоваться Стелла Владимир, город трудовой доблести. Однако, позже власти передумали и озвучили новое решение. Стеллу поставят перед входом в Центральный парк. К слову, памятник Спиранскому не единственный в планах властей. Увековечить память еще двух исторических деятелей, Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукова, а также владимирских мушкетеров, которые сражались в годы Крымской войны, губернатор региона предлагал в прошлом году. Выбран победитель и призеры регионального этапа конкурса «Мастер года». Участник, который занял первое место, будет представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе в Тюмени. Им стал известный в регионе преподаватель Владимирского техникума экономики и права, уроженец Кубы и кулинарный эксперт Анди Мартин Мартин. «Мартин, Мартин, Анди! Мастер произвется на обучении Владимирского техника экономики и права». Под крылом победителя регионального этапа выпустилось около 200 поваров. Некоторые из них даже работают с шеф-поварами во владимирских ресторанах. Участие в конкурсе Анди принимает во второй раз. По его словам, в этом году участвовать было интереснее. «Я до сих пор в шоке от того, что труд признан из такого большого количества числа коллег. Я всех почти знаю, особенно кто выступал в номинации «Ворское дело». Нас трое в этом году. И это почетно оказаться в числе этих своих коллег. Но это результат на всех. Я сказал об этом со сцены». Всего в этом году в 33-м регионе соревновались 42 преподавателя и мастера производственного обучения из различных колледжей. Борьба была нешуточная. В финал прошли 10 призеров. Они были награждены не только почетными дипломами и аплодисментами, но и материальными премиями. Также некоторые преподаватели и мастера своего дела были объявлены победителями в своих номинациях. Для каждого из таких победителей это возможность развивать свою карьеру. Это один из таких шагов в карьере. Это возможность стартовать в кадровый резерв, в резерв наставников, поучаствовать в других конкурсах профессионального мастерства. В этом году заявиться на профессиональные соревнования могли и негосударственные учебные заведения. Таким образом, организаторы конкурса хотят показать людям, насколько уникальна профессия преподавателя среднего профессионального образования. Конкурс профессионального мастерства позволяет, с одной стороны, конечно, поддерживать достаточно высокое качество профессионального образования. С другой стороны, мы стремимся повысить престиж, значимость профессии преподавателя и мастера производственного обучения. С каждым годом, по словам министра Светланы Болтуновой, участников конкурса становится все больше. Ну а за победителем регионального этапа мы продолжим следить уже в Тюмени. Дарья Полищук, Артём Замоскин, 6 канал. Владимирские студенты помогают в озеленении города. 20 мая было заключено соглашение между Владимирским аграрным колледжем и новой муниципальной организацией «Зелёный город». Студенты будут работать на всех зелёных пространствах Владимира. Они отмечают, что озеленение города всегда радует глаз. В парке Липки возле Соборной площади уже начались работы. Учащиеся колледжа принимают участие как в посадке и поливе, так и в проектировании цветочных клумб и зелёных композиций. Начинающие дизайнеры приступили к разработке планировок территорий и проектам по озеленению. А студенты-агрономы под чутким руководством и после соответствующего обучения от работников МКУ «Зелёный город» уже высаживают яркие цветочные композиции. Решили в этом году привлечь студентов, потому что объёмы у нас по городу прибавляются. И, во-первых, это будущее наше рабочее, мы надеемся. Во-вторых, действительно, они оказывают очень большую помощь. Мы сегодня занимались планировкой цветника в парке Липки у фонтана. Сажаем цветник, мы его так называем, у фонтана. Это три вида цветов – пеларгония, бараходка отклонённая и цены на. Пока что привлечено 8 учащихся Владимирского аграрного колледжа, 3 ландшафтных дизайнера и 5 агрономов. 21 день у них будет идти практика, а потом их трудоустроят на полноценную работу на летний период. Муниципальные организации отмечают, что работать с молодым поколением довольно интересно. Их решения направлены на то, чтобы людям было и удобно, и, как говорится, красиво. Да и такого вида помощь городу очень важна. Потому что в этом году планов по озеленению Владимира много. Высажено больше 250 тысяч уже цветов. Сегодня мы ждём уже поставку контракта, где мы разыграли 117 тысяч цветов. Из них 50 тысяч уже поступит на этой неделе. Также поступят у нас розы. К слову, не только цветами будут украшать областную столицу. Также запланирована установка топиарных и кованых фигур. Контракты уже разыграны. Поставка композиций ожидается ближе к середине июня. У нас топиарных фигур действительно в этом году появится где-то порядка 8 новых локаций. Это семья Медведей. Она появится у нас на пересечении проспект строителей и Горького. Это где голубые ели у нас с вами. Лев у нас появится на Горького возле городской администрации. Окованные фигуры двух дам с лейкой и зонтиком появятся на пешеходной Георгиевской улице. Так, летний Владимир будет полностью укомплектован цветами, зелеными насаждениями, деревьями и так далее. Пока помогают город администрации в озеленении Владимира всего 8 студентов. Но совсем скоро и другие учащиеся образовательных учреждений присоединятся к благоустройству областной столицы. Дарья Полищук, Егор Дьякевич, 6 канал. Во Владимире продолжается благоустройство Арпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра. Движение запущено 1 декабря прошлого года, однако строительные работы полностью не закончены. Обустраиваются тротуары и остановки общественного транспорта. Рабочие делают водоотводные и прикромные лотки, асфальтируют тротуары и велодорожки. С приближением лета приступили к озеленению и укреплению откосов георешеткой. В перспективе предстоит восстановить дорожную разметку и завершить укрепительные работы. Стали меньше болеть. Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями понизился почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. В период с 13 по 19 мая за медицинской помощью в регионе обратились 4937 человек. Из них 1769 пациентов – жители Владимира. Снижение роста заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области провели 293 исследования. Выявлены реновирусы, эросвирусы, метапневмовирусы и гриппа не обнаружено. За весь эпидемический сезон зафиксировано 123 положительных находки гриппа А и Б. В Центральном парке культуры и отдыха прошел первый фестиваль футбола. В игре приняли участие профессионалы и любители. Было организовано 54 команды. Среди них представители футбольных клубов, семейные команды, школы, вузов, сборные предприятий и организаций. Состоялся турнир футбольных школ, сессии от игроков футбольного клуба «Торпеда Владимир». Викторины с призами и подарками работали интерактивные площадки. Фестиваль организовало управление по физической культуре и спорту администрации Владимира. Победила детская команда «Форвард», измам команда «Влада», совет отцов среди пап.